Привет, друзья! Этот день настал! Финал Кубка Мира, который проходит на родине Гарри Каспарова в Баку. Участниками решающей битвы стали 16-й чемпион мира Магнус Карлсон и юное дарование из Индии Рамиш Бабу Прагнанандха. По дороге к финалу 18-летний Прагнанандха расправился с лидерами американской сборной Накамурой и Каруаной. И вот в первой классической партии против Магнуса Прагу достались белые фигуры и он открыл игру английским началом. Карлсон отвечает продвижением Е5, в бой вступает кавалерия, белые нападают на пешку, черный защищается конем. По сути, гроссмейстеры разыгрывают сицилианскую защиту в первой руке, то есть с переменой цвета, а именно вариант дракона. Слон выходит на большую дорогу с угрозой бахнуть на поль Е5, а дальше забрать коня. С учетом этого Магнус уводит коняшку на Ф6 и Праг запускает пехотинца Бьернсена, угрожая разобраться с лошадем на поле С6. Попытка черных выиграть пешку на поле Б4 ничем хорошим для них не заканчивается, поскольку белые пробивают на поле Е5, отвлекая коня от защиты слона. И после взятия проводят двойный удар. На перекрытие следует удар на поле С6, белый отыгрывает фигуру, пехота черных на ферзьевом фланге превращается в отряд инвалидов. Так что в партии 16 чемпион мира отказывается от выигрыша пешки на поле Б4 в пользу хода слона Д6, защищает дополнительно пешку и готовит эвакуацию короля. В любом случае Ромеж Бабу завершает свою задумку, конь уходит на поле Д4, белая королева выходит на авансцену. Карлсон меняет пару лошадей, делает 2-0, Прагнананха также уводит короля в безопасное место, черный цепляет пешку Б5, надеясь скрыть линию для ладьи. Но белый пока что открывает диагональ чернопольнику, Магнус препятствует вылазке слон Ж5. Ромеж Бабу завершает развитие, налаживая коммуникацию тяжелых фигур, но данный ход выглядит немного рискованно. Все-таки белые фигуры зависли на вертикали, где орудует черная ладья. И Магнуса Карлсона настолько смутил этот дерзкий ход, что он задумался на целых 27 минут. Вероятно, он рассчитывал последствия размена на поле А3 с последующим выпадом слона Ж3, нападая на ладью, а также создавая угрозу взятия на поле Б5 с атакой сильнейшей фигуры противника. Но вся штука в том, что белые могут пробить на поле Б7, контратакуя черную ладью. И после удара на Ф1 белые могут даже не спешить отыгрывать качество, а предварительно забрать слона королем. Если теперь черные берут пешку на поле Б5, то белые отыгрывают качку, меняют ферзей и выигрывают пехотинца. Ну а при отступлении черной ладьи на поле Б8 белые могут забрать на А6, защитить слона и дальше толкать пешку в ферзи, получая выигранную позицию. Поэтому в партии 16 чемпион мира Магнус Хенрикович Карлсон отказывается от размена чернопольных слонов в пользу хода ладья Б8, освобождается от рентгена слона, защищает пешку и создает угрозу неприятной связки по диагонали. В ответ на это Ромеж Бабу меняет чернопольных слонов, переводит ладью на линию Б, которая вот-вот скроется, Магнус меняется на поле Б5, нападает на сильнейшую фигуру противника, Ромеж Бабу нажимает на пешку Д6 и предлагает размен ферзей. Карлсон перекрывает ладью обстрела тушкой своего слона, не опасаясь потери пешки. Дело в том, что в случае взятия на поле Ц6 нельзя забирать пехотинца из-за продолжения ладья Ц8 и белые несут большие материальные потери. С учетом этого в партии индийский гроссмейстер просто меняет ферзей, а дальше хаботастых друзей. В результате у белых с одной стороны образовалась изолированная пешка, но с другой стороны в пешечном эншпиле это будет отдаленная проходная. Кроме того, черные пешки также нуждаются в защите. Ромеж Бабу пока что фенкетирует короля, Карлсон нажимает на пешку А2, белый контратакует пешку на поле Ц6. И на оборонительное ладья Ц8 перебрасывает ладью на полуоткрытую линию. Черные захватывают центр, белый дополнительно защищает слабую пешку. Магнус выкуривает ладью с поля Б6, после хода ладья Б1 активизирует коня. Ромеж Бабу сдваивается, угрожая бахнуть на Д5 и дальше отыграть фигуру, наваривая пешку. Поэтому Карлсон защищается ходом ладья А5. Прагнананха делает хитрый ход конем, прицеливаясь к полю Ц5. Магнус сваливает на Е6. Можно было, конечно, забрать пешку на поле Ц6, поменять ладьи. Но черный отыгрывает пехотинца на поле А2 и на доске получается совершенно равная позиция. Поэтому в партии Прагнананха, пытаясь вдохнуть какую-то энергию в эту безжизненную пустыню, играет конь Д2. Магнус сдваивается по линии А, белый нападает на пешку, пехотинец продвигается вперед. После размена в центре доски и отступления коня уже Магнус пытается обострить позицию, но все быстро заканчивается. Прагнананха проводит двойной удар, после взятия на А2 съедает пешку на Е3. Теперь моя очередь провести вертушку, подумал Магнус и пошел конь Д4. Рамиж Бабу меняется на поле А2, пешка на Е2 не жилец, поэтому белые напали на коня. Черный продвигает пешку на поле Ц5, белый забирает на Ц5, черный на Е2. Ну и в этом совершенно равном положении соперники согласились на ничью. Итак, друзья, завтра в ответной встрече Магнусу Карлсону предстоит играть белыми. Напишите в комментариях ваш прогноз на этот поединок. Не забывайте также ставить лайки, делиться видео с друзьями и до следующих встреч.